Иное измерение русской культуры Антон Павлович Чехов Остров Сахалин Читает Евгений Брасов-Бружковский Глава восьмая Краткое содержание Река Аркай Арковский кордон Первая, вторая и третья Аркова Арковская долина Селения по западному побережью Мгачи, Танги, Хоэ, Трамбаус Вяхты и Ванги Туннель Кабельный домик Дуэ Казармы для семейных Дуйская тюрьма Каменно-угольные копи Воеводская тюрьма Прикованная к тачкам Речка Аркаи Впадает в татарский пролив Верст на 8-10 севернее Дуйки Еще недавно Она была настоящей рекой И в ней ловили рыбу-горбушу Теперь же, вследствие лесных пожаров И порубок, она обмелела И к лету пересыхает совершенно Впрочем, во время сильных дождей Она разливается по-весеннему, бурно и шумно И тогда дает себя знать Уже случалось не раз, что она смывала с берегов огороды И уносила в море сено и весь поселенческий урожай Уберечься от такой беды невозможно, так как долина узка И уйти от реки можно только на горы Лет пять назад Один важный человек Беседуя с поселенцами о сельском хозяйстве И давая им советы Сказал, между прочим Имейте в виду, что Финляндия Сеет хлеб по склонам гор Но Сахалин Не Финляндия Климатические, а главным образом Почвенные условия Исключают какую бы то ни было Культуру на здешних горах Инспектор сельского хозяйства В своем отчете советует завести овец Которые могли бы С выгодой использовать Те скудные, но многочисленные выгоны По склонам гор На которых крупный скот не наедается Но совет этот не имеет практического значения Так как овцы могли бы Использовать выгоны Только в течение короткого лета А в длинную зиму Они околевали бы с голоду У самого устья Аркая При повороте на долину Стоит геляцкая деревушка Аркай-во Давшая название Арковскому кордону И трём селениям Первому, второму и третьему Аркова Из Александровска В Арковскую долину Ведут две дороги Одна горная По которой при мне Не было проезда Так как во время лесных пожаров На ней сгорели мосты И другая По берегу моря По этой последней Езда Возможно Только во время отлива В первый раз Я выхал к Аркаю 31 июля В 8 часов утра Отлив Начинался Пахло дождём Пасмурное небо Море На котором Не видать Ни одного паруса И крутой Глинистый берег Были суровы Глухо И печально Шумели волны С высокого берега Смотрели вниз Чахлые Больные деревья Здесь На открытом месте Каждая из них В одиночку Ведёт жестокую борьбу С морозами И холодными ветрами И каждому Приходится Осенью и зимой В длинные Страшные ночи Качаться Неугомонно Из стороны в сторону Гнуться до земли Жалобно скрипеть И никто Не слышит Этих жалоб Арковский Кордон Находится Около Геляцкой Деревушки Прежде Он имел Значение Сторожевого Пункта В нём Жили солдаты Которые Ловили беглых Теперь же Здесь живёт Надзиратель Исполняющий Должность Кажется Смотрителя Поселений В верстах В двух От кордона Расположилась Первая Аркова Оно имеет Одну только Улицу И благодаря Условиям Места Может расти Только в длину Но не в ширину Когда со временем Все три Аркова Сольются Вместе То Сахалин Будет иметь Очень большое Село Состоящее Из одной Только улицы Основана Первая Аркова В 1883 Году Жителей 136 83 Мужчины И 53 Женщины Хозяев 28 И все Они живут Семейно Кроме Каторжной Павловской Католички У которой Недавно Умер Сожитель Настоящий Хозяин Дома Она Убедительно Просила Меня Назначь Мне Хозяина Трое Имеют По два Дома Вторая Аркова Основана В 1884 Году В нем Жителей 92 46 Мужчин И 46 Женщин Хозяев 24 Все Живут Семейно Из них Двое Имеют По два Дома Третья Аркова Основана Одновременно Со вторым И из этого Видно Как Спешили Заселить Арковскую Долину Жителей 41 19 Мужчин И 22 Женщины Хозяев 10 И при них Один Собладелец Семейно Живут Девятеро В трех Аркова Пахотная Земля Показана У всех Хозяев И величина Участков Колеблется Между Половиной И двумя Десятинами У одного Показано Три Десятины Сеют В немалом Количестве Пшеницу Ячмень И рож Сажает Картофель У большинства Есть скот И домашняя Птица Если судить По данным Подборной Описи Собранным Смотрителем Поселений То можно Прийти к выводу Что все Три Аркова В короткий Срок Своего Существования Значительно Преуспей Семьи В сейс Недаром Один Анонимный Автор Пишет Про здешнее Земледелие Труд Этот С избытком Вознаграждается Благодаря Почвенным Условиям Этой местности Которые Весьма Благоприятны Для Земледелия Что Сказывается В силе Лесной И луговой Растительности На самом же деле Это не так Все Три Аркова Принадлежат К беднейшим Селениям Северного Сахалина Здесь Есть Пахотная Земля Есть Скот Но Ни разу Не было Урожая Помимо Неблагоприятных Условий Общих Для всего Сахалина Здешние Хозяева Встречают Серьезного Врага Еще в Особенностях Арковской Долины И прежде Всего В почве Которую Так хвалит Только что Цитированный Автор Почва Здесь Вершковый Слой Перегноя А под Почва Галька Которая В жаркие Дни Нагревается Так сильно Что сушит Корни Растений А в дождливую Пору Не пропускает Влаги Так как Лежит На глине От этого Корни Гниют На такой Почве По-видимому Без вреда Для себя Могут Уживаться Только растения С крепкими Глубоко Сидящими Корнями Как Например Лопухи А из Культурных Только Корнеплоды Брюква И картофель Для которых К тому же Почва Обрабатывается Лучше И глубже Чем для Злаков О бедствиях Причиняемых Рекой Я уже Говорил Сенокосов Нет совсем Сенокосов На клочках В тайге Или жнут Его серпами Где попадется А кто побогаче Те покупают Его В Тымовском Округе Рассказывают Про целые Семьи Которые В течение Зимы Не имели Ни куска Хлеба И питались Одной Только Брюквой Незадолго До моего Приезда Во втором Аркове Умер с голода Поселенец Скорин По рассказам Соседей Он в продолжении Трех дней Съедал Только Один фунт Хлеба И так Очень долгое Время Всех Нас ждет Та же Участь Говорили мне Соседи Напуганные Его смертью Описывая Своё Житие Бытие Помню Три женщины Принимались Плакать В одной Избе Без мебели С темной Унылой Печью Занимавшую Полкомнаты Около Бабы Хозяйки Плакали Дети И пищали Цыплята Она на улицу Дети Голубику Чтобы купить Хлеба Она Рубит Капустные Листья И дает Цыплятам Те с Жадностью Бросаются И Обманутые Поднимают Ещё Больше Писк В одной Избе Помещается Мужик Мохнатый Как Паук С Нависшими Бровями Катуржный Грязный И с ним Другой Такой же Мохнатый И грязный У обоих Большие Семьи А в избе Как говорится Срамота Излыдни Даже Гвоздя Нет А кроме Плача Писка И таких Фактов Как Смерть Скорина Сколько Всякого Рода Косвенных Выражений Нужды И голода В третьем Аркове Изба Поселенца Петрова Стоит Заперта Потому что Сам он Отправлен За нерадение К хозяйству И самодовольный Зарез На мясо Телка В воеводскую Тюрьму Где И находится Очевидно Теленок Зарезан Из нужды И продан В Александровске Семена Взятые Из казны В долг Для посева Значатся В подворной Описи Посеянными На самом же деле Они Наполовину Съедены И сами Поселенцы В разговоре Не скрывают Этого Скот Какой есть Взят Из казны В долг И кормится На казенный Счет Чем дальше В лес Тем больше Дров Все арковцы Должны За должность Их Растет С каждым Новым Посевом С каждую Лишнюю Головой Скота А у некоторых Она простирается Уже до Неоплатной Цифры Двух И даже Трехсот Рублей На душу Между Рассы Сами-Сям Выше Оказалось Оказалось Недостаточной Решено Недостаточной Селения Танги Вях По описаниям ученых и путешественников, чем выше к северу, тем природа беднее и печальнее. Начиная с Трамбауса, вся северная треть острова представляет из себя равнину, совершенную тундру, на которой главный водораздельный хребет, идущий вдоль всего Сахалина, имеет вид невысоких волнообразных возвышенностей, принимаемых некоторыми авторами за наносы со стороны Амура. По красно-бурой болочистой равнине там и сям тянутся полоски кривого хвойного леса. У лиственницы ствол не выше одного фута, и крона ее лежит на земле в виде зеленой подушки. Ствол кедрового кустарника стерется по земле, а между полосками чахлого леса лишайники мхи, как и на русских тундрах, встречается здесь всякая грубая кислого или сильно вяжущего вкуса ягода. Маховка, голубика, костяника, клюква. Только на самом северном конце равнины, где местность вновь делается холмистую, природа на небольшом пространстве, у преддверия вечно холодное море, точно хочет улыбнуться на прощание. На карте Крузенштерна, относящейся к этой местности, изображен стройный лиственный лес. Но, как ни суровая и ни бедна природа, жителям береговых селений, по свидетельству сведущих людей, все-таки живется сравнительно лучше, чем, например, арковцам или александровцам. Объясняется это тем, что их мало, и те блага, какие имеются в их распоряжении, приходится делить между немногими. Для них необязательны хлебопашества и урожаи, они предоставлены самим себе и сами выбирают для себя занятия и промыслы. Через селения проходит зимняя дорога из Александровска в Николаевск. Сюда приезжают зимою геляки и якуты-промышленники для торговых операций, и поселенцы продают им и меняют без посредства комиссионеров. Здесь нет лавочников, майданщиков, жидов-перекупщиков, и нет канцеляристов, которые выменивают за спирт роскошные лисьи меха, и потом с блаженной улыбкой показывают их своим гостям. По направлению к югу новых селений не основывают. Южнее Александровска по западному побережью есть только один населенный пункт – Дуэ. Страшное, безобразное и во всех отношениях дряное место, в котором по своей доброй воле могут жить только святые или глубоко испорченные люди. Это пост. Население называет его портом. Основан он в 1857. Название же его – Дуэ или Дуи – существовало раньше и относилось вообще к той части берега, где находятся теперь дуйские копии. В узкой долине, где он расположен, протекает мелкая речка – Хойнджи. Из Александровска в Дуэ ведут две дороги. Одна горная, а другая по берегу моря. Мыс Жанкьер всей своей массой навалился на береговую отмель, и проезд по ней был бы невозможен вовсе, если бы не прорыли туннель. Рыли его, не посоветовавшись с инженером, без затей, и в результате вышло темно, криво и грязно. Сооружение это стоило очень дорого, но оно оказалось ненужным, так как при существовании хорошей горной дороги нет нужды ездить по береговой, проезд по которой стеснен условиями отлива и прилива. На этом туннеле превосходно сказалась склонность русского человека тратить последние средства на всякого рода выкрутасы, когда они удовлетворены самые насущные потребности. Рыли туннель, заведующие работами катались по рельсам в вагоне с надписью «Александровск пристань», а кадржни в это время жили в грязных, сырых юртах, потому что для постройки казарм не хватало людей. Тотчас по выходе из туннелю у береговой дороги стоят соливарня и кабельный домик, из которого спускается по песку в море телеграфный кабель. В домике живет каторжный столер, поляк, со своей сожительницей, которая, по рассказам, родила, когда ей было 12 лет после того, как какой-то арестант изнасиловал ее в этапе. На всем пути к дуэ обрывистый, отвесный берег представляет осыпи, на которых там и сям чернеют пятна и полосы шириной от оршина до сажения. Это уголь. Пласты угля здесь, по описанию специалистов, сдавлены пластами песчаников, глянистых сланцев, сланцевых глин и глинистых песков, приподнятых, изогнутых, сдвинутых или заброшенных породами базальтовыми, диоритовыми и парфировыми, вышедшими во многих местах большими массами. Должно быть это своеобразно красиво, но предубеждение против места засело так глубоко, что не только на людей, но даже на растения смотришь с сожалением, что они растут именно здесь, а не в другом месте. В верстах в семи берег прерывается расщелиной. Это воеводская падь. Здесь одиноко стоит страшная воеводская тюрьма, в которой содержатся тяжкие преступники и между ними прикованные к тачкам. Около тюрьмы ходят часовые. Кроме них кругом не видно ни одного живого существа и кажется, что они стерегут в пустыне какое-то необыкновенное сокровище. Дальше в версте начинаются каменноугольные ломки. Потом, сверсту еще, едешь голым, безлюдным берегом. И, наконец, другая расщелина, в которой и находится Дуэ, бывшая столица Сахалинской каторги. В первые минуты, когда въезжаешь на улицу, Дуэ дает впечатление небольшой старинной крепости. Ровная и гладкая улица, точно плац для маршировки. Белые чистенькие домики, полосатая будка, полосатые столбы. Для полноты впечатлений не хватает только барабанной дроби. В домиках живут начальник военной команды, смотритель дуэской тюрьмы, священник, офицеры и прочее. Там, где короткая улица кончается, поперек ее стоит серая деревянная церковь, которая загораживает от зрителя неофициальную часть порта. Тут расщелина двоится в виде буквы «Y», посылая от себя канавы направо и налево. В левой находится слободка, которая прежде называлась Жидовской, а в правой – всякие тюремные постройки и слободка без названия. В обеих, особенно в левой, тесно, грязно, неуютно. Тут уже нет белых чистеньких домиков. Избушки ветхие, без дворов, без зелени, без крылец. В беспорядке лепятся внизу у дороги по склону горы и на самой горе. Участки усадебной земли, если только в дуэ можно назвать ее усадебной, очень малы. У четырех хозяев в подворной описи показано я только по четыре квадратных сажения. Тесно, яблоку упасть негде. Но в этой ясноте и в воне дуйский палач Толстых все-таки нашел местечко и строит себе дом. Не считая команды, свободного населения и тюрьмы, в дуэ жителей 291, 167 мужчин и 124 женщины. Хозяев 46, и при них совладельцев 6. Большинство хозяев – каторжные. Что побуждает администрацию сажать на участки их и их семьи именно здесь, в расщелине, а не в другом месте, понять невозможно. Пахотной земли в подворной описи показано на все дуэ только одна восьмая десятина, а сенокосов нет вовсе. Допустим, что мужчины заняты на каторжных работах, но что же делают 80 взрослых женщин? На что уходит у них время, которое здесь, благодаря бедности, дурной погоде, непрерывному звону цепей, постоянному зрелищу пустынных гор и шуму моря, благодаря стонам и плачу, которые часто доносятся из надзирательской, где наказывают плетьми и розгами, кажется длиннее и мучительнее во много раз, чем в России. Это время женщины проводят в полном бездействии. В одной избе, состоящей чаще всего из одной комнаты, вы застаете семью каторжного снею, солдатскую семью, двух-трех каторжных жильцов или гостей, тут же подростки, две-три колыбели по углам, тут же куры, собака, а на улице около избы отбросы, лужи от помоев. Заняться нечем, есть нечего, говорите, брониться надоело, на улицу выходить скучно. Как все однообразно, уныло, грязно, какая тоска. Вечером с работы возвращается муж каторжный. Он хочет есть и спать, а жена начинает плакать и причитывать. Погубил ты нас, проклятый! Пропала моя головушка, пропали дети! Ну, завыло, проворчит на печке солдат. Уже все позаснули, дети переплакали и тоже угомонились давно, а баба все не спит, думает и слушает, как ревет море. Теперь уж ее мучает тоска. Жалко мужа, обидно на себя, что не удержалась и попрекнула его. А на другой день опять та же история. Если судить только по одному дуэ, то сельскохозяйственная колония на Сахалине обременена излишком женщин и семейных каторжных. За недостатком места в избах 27 семейств живут в старых, давно уже обреченных на снос постройках, в высшей степени грязных и безобразных, которые называются казармами для семейных. Тут уже не комнаты, а камеры с нарами и парашами, как в тюрьме. По составу своему население этих камер отличается крайним разнообразием. В одной камере с выбитыми стеклами в окнах и с удушливым запахом отхожего места живут Каторжный и его жена свободного состояния. Каторжный, жена свободного состояния и дочь. Каторжный, жена поселка и дочь. Каторжный и его жена свободного состояния. Поселенец поляк и его сожительница Каторжная. Все они со своим имуществом помещаются в одной камере и спят рядом на одной сплошной наре. Другой. Он говорил мне, что во время игры в Штос у него в жилах электричество, от волнения руки сводит. Одно из самых приятных воспоминаний у него то, как он когда-то в дни молодости вытащил часы у самого полицмейстера. Про игру в Штос рассказывает он с азартом. Помню фразу «Ткнешь, не туда попало», — проговорил он с отчаянием охотника, сделавшего промах. Для любителей и записал некоторые его выражения. «Транспорт скушен. Напея. Наперепея. Уголь. Порублечко маз. В цвет и в масть артиллерия». Рядом с ним на нарах его любовница каторжная, вялая, сонная и жалкая на вид существо. Далее каторжный, жена свободного состояния и трое детей. Каторжный, не семейный. Каторжный, жена свободного состояния и двое детей. Поселенец каторжный, чистенький старичок с бритым лицом. Тут же по камере ходит поросенок и чавкает. На полу осклизлая грязь, воняет клопами и чем-то кислым. От клопов, говорят, житья нет. В-третьих. Каторжный, жена свободного состояния и двое детей. Каторжный, жена свободного состояния и дочь. Каторжный, жена свободного состояния и семеро детей. Одна дочь шестнадцать, другая пятнадцать лет. Каторжный, жена свободного состояния и сын. Каторжный, жена свободного состояния и сын. Каторжный, жена свободного состояния и четверо детей. Четвертый. Надзиратель, унтер-офицер, его жена восемнадцати лет и дочь. Каторжный и его жена свободного состояния, поселенец, каторжный и так далее. По этим варварским помещениям и их обстановке, где девушки 15 и 16 лет вынуждены спать рядом с каторжниками, читатель может судить, каким неуважением и презрением окружены здесь женщины и дети, добровольно последовавшие на каторгу за своими мужьями и отцами, как здесь мало дорожат ими и как мало думают о сельскохозяйственной колонии. Дуйская тюрьма меньше, старее и во много раз грязнее Александровской. Здесь тоже общие камеры и сплошные нары, но обстановка беднее и порядке хуже. Стены и полы одинаково грязны и до такой степени потемнели уже от времени и сырости, что едва ли станут чище, если их помыть. По данным медицинского отчета за 1889 год, на каждого арестанта приходится здесь воздуха 1,12 кубических сажений. И если летом при открытых окнах и дверях пахнет помоями и отхожим местом, то воображаю, какой ад бывает здесь зимою, когда внутри тюрьмы по утрам находят иней и сосульки. Смотрителем тюрьмы здесь бывший военный фельдшер из поляков, состоящий в чине канцелярского служителя. Кроме дуйской, он заведует также еще воеводскую тюрьмой, рудниками и постом Дуэ. Дистанция совсем не по чину. В дуйских карцерах содержатся тяжкие преступники, большей частью рецидивисты и подследственные. На вид это самые обыкновенные люди с добродушными и глуповатыми физиономиями, которые выражали только любопытство и желание ответить мне, возможно, почтительнее. И преступления у большинства из них не умнее и не хитрее их физиономий. Обыкновенно присылаются за убийство в драке лет на 5-10. Потом бегут. Их ловят. Они опять бегут. И так, пока не попадут в бессрочные и неисправимые. Преступления почти у всех ужасно неинтересны, ординарны, по крайней мере, со стороны внешней занимательности. И я нарочно привел выше рассказ Егора, чтобы читатель мог судить о бесцветности и бедности содержания сотни рассказов, автобиографии, анекдотов, какие мне приходилось слышать от арестантов и людей близких к каторге. Впрочем, один седой старик лет 60-65 по фамилии Терехов, сидящий в темном карцере, произвел на меня впечатление настоящего злодея. Накануне моего приезда он был наказан плетьми, и когда у нас зашла речь об этом, показал мне свои ягодицы, сине-багровые от кровоподтеков. По рассказам арестантов, этот старик убил на своем веку 60 человек. У него будто бы такая манера. Он высматривает арестантов-новичков, какие побогаче, и сманивает их бежать вместе. Потом в тайге убивает их и грабит, а чтобы скрыть следы преступления, режет трупы на части и бросает в реку. В последний раз, когда его ловили, он отмахивался от надзирателей дубиной. Глядя на его мутные оловянные глаза и большой, наполовину бритый, угловатый, как булыжник череп, я готов был верить всем этим рассказам. Один хохол, сидящий тоже в темном карцере, тронул меня своей откровенностью. Он обратился с просьбой к смотрителю возвратить ему 195 рублей, отобранные у него при обыске. «А где ты взял эти деньги?» спросил смотритель. «Выиграл в карты», ответил он и побожился, и, обращаясь ко мне, стал уверять, что в этом нет ничего удивительного, так как почти вся тюрьма играет в карты, и между картежниками и арестантами нередкость такие, которые располагают суммами в две и три тысячи рублей. В карцерах же я видел бродягу, который отрубил себе два пальца, рана повязана грязной тряпочкой. У другого бродяги сквозная огнестрельная рана, пуля счастливо прошла по наружному краю седьмого ребра. Рана и у этого тоже перевязана грязной тряпкой. Я встречал немало раненых и страдающих язвами, но ни разу не слышал запаха и йода форма, хотя на Сахалине ежегодно расходуется его больше полупуда. В дуэ всегда тихо. К мерному звону кандалов, шуму морского прибоя и гудению телеграфных проволок скоро привыкает ухо, и от этих звуков впечатление мертвой тишины становится сильнее. Печать суровости лежит не на одних только полосатых столбах. Если бы на улице кто-нибудь невзначай засмеялся громко, то это прозвучало бы резко и неестественно. С самого основания дуэ здешняя жизнь вылилась в форму, какую можно передать только в неумолимо жестоких, безнадежных звуках, и свирепый холодный ветер, который в зимние ночи дует с моря в расщелину, только один поет именно то, что нужно. Бывает поэтому странно, когда среди тишины раздается вдруг пение дуйского чудака шкандыбы. Это каторжный старик, который с первого же дня приезда своего на Сахалин отказался работать, и перед его непобедимым, чисто звериным упрямством спасали все принудительные меры. Его сажали в темную, несколько раз секли, но он стоически выдерживал наказание и после каждой экзекуции восклицал, «А все-таки я не буду работать!» Повозились с ним и в конце концов бросили. Теперь он гуляет по дуэ и поет. У публики дуэ пользуется преувеличенно дурной репутацией. На Байкале мне рассказывали, что один пассажир, человек уже пожилой и чиновный, когда пароход остановился на дуйском рейде, долго всматривался в берег и наконец спросил, «Скажите, пожалуйста, где же тут на берегу столб, на котором вешают каторжников и потом бросают их в воду». Дуэ – колыбель сахалинской каторги. Существует мнение, что мысль избрать это место для сынной колонии пришла впервые самим каторжным. Будто бы некий Иван Лапшин, осужденный за отцеубийство и отбывающий каторгу в городе Николаевске, попросил у местных властей позволения переселиться на Сахалин и в сентябре 1858 года был доставлен сюда. Поселившись недалеко от дуйского поста, он стал заниматься огородничеством и хлебопашеством и, по словам господина Власова, отбывал тут каторжные уроки. Вероятно, он был доставлен на остров не один, так как в 1858 году уголь близ дуэ добывался уже при участии каторжных. Смотри его статью «С Амура и берегов Великого океана в Московских ведомостях» 1874 года, номер 207. Вышеславцев в своих очерках пером и карандашом пишет, что в апреле 1859 года он застал в дуэ около 40 человек и при них двух офицеров и одного инженерного офицера, заведующего работами. «Какие славные огороды!» восторгается он. «Окружают их уютные, чистенькие домики, а овощи возревают два раза в лето». Время возникновения настоящей сахалинской каторги относится к 60-м годам, когда неустройства нашей депортационной системы достигли своего бывшего напряжения. Время было таково, что начальник отделения департамента полиции исполнительный, коллежский советник Власов, пораженный всем, что он встретил на каторге, прямо заявил, что строй и система наших наказаний служат развитию важных уголовных преступлений и понижают гражданскую нравственность. Приблизительное исследование каторжных работ на месте привело его к убеждению, что их в России почти не существует. Смотри его краткий очерк неустройств, существующих на каторге. Главное тюремное управление, давая в своем десятилетнем отчете критический обзор каторги, замечает, что в описываемое время каторга перестала быть высшую карательную мерою. Да, то была высочайшая мера беспорядка, какой когда-либо создавали невежество, равнодушие и жестокость. Вот главные причины бывших неустройств. А. Ни составители законов осыльных, ни исполнители их не имели ясного представления о том, что такое каторга, в чем она должна заключаться, для чего она нужна. И практика, несмотря на свою продолжительность, не дала не только системы, но даже материала для юридического определения каторги. Б. Исправительные и уголовные цели наказания приносились жертву разного рода экономическим и финансовым соображениям. На каторжного смотрели, как на рабочую силу, которая должна была приносить доход государственному казначейству. Если его труд не давал выгоды или шел в убыток, то предпочитали держать его в тюрьме безо всякого дела. Убыточному безделью отдавалось предпочтение перед убыточной работой. Приходилось также считаться еще с колонизационными целями. С. Незнакомство с местными условиями и потому отсутствие определенного взгляда на характер и сущность работы, что видно хотя бы из недавно упраздненного деления на работы в рудниках, заводах и крепостях. На практике бессрочный, приговоренный к работам в рудниках, сидел без дела в тюрьме. Приговоренный к четырехлетней каторге на заводах работал в руднике, а в Тобольской каторжной тюрьме арестанты занимались переноской с одного места на другое ядер, пересыпкой песка и тому подобное. В обществе и отчасти в литературе установился взгляд, что настоящая, самая тяжкая и самая позорная каторга может быть только в рудниках. Если бы в русской женщине Некрасова герой вместо того, чтобы работать в руднике, ловил для тюрьмы рыбу или рубил лес, то многие читатели остались бы неудовлетворенными. Д. Отсталость нашего устава осыльных. На очень многие вопросы, ежедневно возбуждаемые практикой, он совсем не дает ответа. Отсюда широкое поле для произвольных толкований и незаконных действий. В самых затруднительных положениях он является часто совершенно бесполезной книгой, и отчасти поэтому, вероятно, господин Власов в некоторых управлениях при каторжных тюрьмах совсем не нашел устава. Э. Отсутствие единства в управлении каторгой. Ф. Отдаленность каторжных работ от Петербурга и полное отсутствие гласности. Официальные отчеты стали печататься только недавно, со времени учреждения главного тюремного управления. Г. Немалой помехой к упорядочению ссылки и каторги служило также настроение нашего общества. Когда у общества нет определенных взглядов на что-нибудь, то приходится считаться с его настроением. Общество всегда возмущалось тюремными порядками, и, в то же время, всякий шаг к улучшению быта арестанта встречался протестом. Вроде, например, такого замечания. Нехорошо, если мужик в тюрьме или на каторге будет жить лучше, чем дома. Если мужик часто живет дома хуже, чем на каторге, то по логике такого замечания каторга должна быть адом. Когда арестантам давали в вагонах вместо воды квас, то это называлось нянчиться с убийцами и поджигателями и тому подобного. Впрочем, как бы в противовес такому настроению у лучших русских писателей замечалось стремление к идеализации каторжных бродяг и беглых. В 1863 году был высочайше утвержден комитет, имевший целью изыскать и указать меры для организации каторжных работ на более правильных началах. Комитет признал, что необходимо высылать тяжких преступников в отдаленную колонию для употребления там в принудительной работы с преимущественной целью в отборении вместе ссылки. И выбирая между отдаленными колониями, комитет остановился на Сахалине. А приори он признал за Сахалином следующее достоинство. Во-первых, географическое положение, обеспечивающее материк от побегов. Второе, наказание получает надлежащую репрессивную силу, так как ссылка на Сахалин может быть признана безвозвратной. Третье, простор для деятельности преступника, решившего начать новую трудовую жизнь. Четвертое, с точки зрения государственной пользы, сосредоточение ссыльных на Сахалине представляется залогом для упрочения обладания нашего островом. Пятое, угольные залежи могут быть с выгодой эксплуатируемы ввиду громадной потребности в угле. Предполагалось также, что сосредоточение на острове всего контингента ссыльно-каторжных сократит расходы на содержание их. Добыча каменного угля, как я уже сказал, производится в версте от поста. Я был в руднике. Меня водили по мрачным сырым коридорам и предупредительно знакомили с постановкой дела, но очень трудно описать все это, не будучи специалистом. Я воздержусь от технических подробностей, и тот, кто интересуется ими, пусть прочтет специальное сочинение горного инженера господина Кеппена, когда-то заведовавшего здешними копьями. Остров Сахалин, его каменно-угольные месторождения и размещающаяся на нем каменно-угольная промышленность. 1875 год. Об угле, кроме господина Кеппена, писали еще горные инженеры Носов, заметки об острове Сахалин и каменно-угольных ломках, на нем производимых, горный журнал 1859 год, номер один, Лопатин, извлечение из письма, приложение к отчету Сибирского отдела Императорского Русского Географического Общества за 1868 год, его же, Лопатина, рапорт генерал-губернатор Восточной Сибири, горный журнал 1870 год, номер десятый, Дейхман, остров Сахалин в горно-промышленном отношении, горный журнал 1871 год, номер третий, Скальковский, русская торговля в Тихом океане 1883 года. О качествах сахалинского угля писали в разное время командиры судов Сибирской флотилии в своих рапортах, которые печатались в морском сборнике. Для полноты, пожалуй, можно упомянуть еще о статьях Будковского. Остров Сахалин, исторический вестник 1882 год, номер десятый и Сахалин и его значения. Морской сборник 1874 год, номер четыре. В настоящее время дуйские копии находятся в исключительном пользовании частного общества Сахалин, представителя которого живут в Петербурге. По контракту, заключенному в 1875 году на 24 года, общество пользуется участком на западном берегу Сахалина на две версты вдоль берега и на одну версту вглубь острова. Ему предоставляются бесплатно свободные удобные места для склада угля Приморской области и прилегающих к ней островах. Нужный для постройки работ строительный материал общество получает также бесплатно. Ввоз всех предметов, необходимых для технических и хозяйственных работ и устройства рудников предоставляется беспошлино. За каждый пуд угля покупаемый морским ведомством общество получает от 15 до 30 копеек. Ежедневно в распоряжении общества командируется для работ не менее 400 каторжных. Если же на работы будет выслано меньше этого числа, то за каждого недостающего рабочего казна платит обществу штрафу 1 рубль в день. Нужное обществу число людей может быть отпускаемо и на ночь. Чтобы исполнять принятые на себя обязательства и охранять интересы общества, казна содержит около рудников две тюрьмы дуйскую и воеводскую и военную команду в 340 человек, что ежегодно обходится ей в 150 тысяч рублей. Стало быть, если, как говорят представители общества, живущих в Петербурге только пять, то охранение доходов каждого из них обходится ежегодно казне в 30 тысяч. Не говоря уже о том, что из-за этих доходов приходится, вопреки задачам сельскохозяйственной колонии и точно в насмешку над гигиеной держать более 700 каторжных их семьи, солдат и служащих в таких ужасных ямах, как воеводская и дуйская пади. И не говоря уже о том, что отдавая каторжных в услужение частному обществу за деньги, администрация исправительные цели наказания приносит в жертву промышленным соображениям, то есть повторяет старую ошибку, которую сама же осудила. На все это общество со своей стороны отвечает тремя серьезными обязательствами. Оно должно вести разработку дуйских копий правильно и держать на дуэ горного инженера, который наблюдал бы за правильностью разработки. Аккуратно два раза в год взносить арендную плату за уголь и плату за труд каторжных. При разработке копий пользоваться исключительно трудом каторжных по всем видам работ, соединенных с этим предприятием. Все эти три обязательства существуют только на бумаге и, по-видимому, давно уже забыты. Разработка копий ведется недобросовестно на кулачевских началах. Никаких улучшений в технике производства или изысканий для обеспечения ему прочной будущности не предпринималось. Читаем в докладной записке одного официального лица. Работы в смысле их хозяйственной постановки имели все признаки хищничества, о чем свидетельствует и последний отчет окружного инженера. Горного инженера, которого общество обязано иметь по контракту, нет, и копиями заведует простой штейгер. Что касается платежей, то и тут приходится говорить только о том, что в своем докладе только что упомянутое официальное лицо именуют признаки хищничества. И копиями, и трудом каторжных общества пользуются бесплатно. Оно обязано платить, но почему-то не платит. Представители другой стороны, ввиду такого явного правонарушения, давно уже обязаны употребить власть, но почему-то медлят, и мало того, продолжают еще расходовать 150 тысяч в год на охрану доходов общества. И обе стороны ведут себя так, что трудно сказать, когда будет конец этим ненормальным отношением. Общество засело на Сахалине так же крепко, как Фома в селе Степанчикове. И неумолимо оно, как Фома. К 1 января 1890 года оно состояло должным казне 194 337 рублей 15 копеек. Десятая же часть этих денег по закону приходится на долю каторжных как вознаграждение за труд. Когда и как рассчитываются с дуйскими каторжниками, кто им платит и получают ли они что-нибудь, мне неизвестно. Ежедневно назначаются на работы 350-400 каторжных. Остальные же 350-400 из живущих в дуйской и воеводской тюрьмах составляют резерв. Без резерва не обойтись, так как в контракте оговорены на каждый день способные к труду каторжные. Назначенные на работы в руднике в пятом часу утра на так называемой раскомандировке поступают в ведение рудничной администрации, то есть небольшой группы частных лиц, составляющих контору. От усмотрения этой последней зависит назначение на работы, количество и степень напряжения труда на каждый день и для каждого отдельного каторжного. От нея, а по самой постановке дело зависит наблюдать за тем, чтобы арестанты несли наказание равномерно. Тюремная же администрация оставляет за собой только надзор за поведением и предупреждение побегов, в остальном же, по необходимости, умывает руки. Имеется два рудника, старый и новый. Каторжные работают в новом. Тут вышина угольного пласта около двух аршин. Ширина коридоров такая же. Расстояние от выхода до места, где теперь происходит разработка, равняется 150 саженям. Рабочий с санками, которые весят пуд, взбирается ползком вверх темным и сырым коридором. Это самая тяжкая часть работы. Потом, нагрузив сани углем, возвращается назад. У выхода уголь нагружается в вагонетки и по рельсам доставляется в склады. Каждый каторжный должен подняться вверх с санками не менее 13 раз в день. В этом заключается урок. В 1889-1890 годах каждый каторжный добывал в среднем 10,8 пуда в день. На 4,2 пуда менее нормы установленной рудничной администрацией. В общем, производительность рудника и рудничных каторжных работ невелика. Она колеблется между полутора и тремя тысячами пудов в день. В дуйских копьях работают также поселенцы по вольному найму. Поставлены они в более тяжелые условия, чем каторжные. В старом руднике, где они работают, пласт не выше аршина. Место разработки находится в 230 саженях от выхода. Верхний слой пласта дает сильную течь, отчего работать приходится в постоянной сырости. Живут они на собственном производстве в помещении, которое во много раз хуже тюрьмы. Но, несмотря на все это, труд их гораздо производительнее каторжного на 70 и даже на 100%. Таковы преимущества вольно-наемного труда перед принудительным. Наемные рабочие выгоднее для общества, чем те, которых оно обязано иметь по контракту, и потому, если, как здесь принято, каторжный нанимает вместо себя поселенца или другого каторжного, трудничная администрация охотно мирится с этим беспорядком. Третье обязательство давно уже трещит по швам. С самого основания дуэ ведется, что бедняки и простоватые работают за себя и за других, а шулера и ростовщики в это время пьют чай, играют в карты или без дела бродят по пристани, позвякивая кандалами и беседуют с подкупленным надзирателем. На этой почве здесь постоянно разыгрываются возмутительные истории. Так, за неделю до моего приезда один богатый арестант, бывший петербургский купец, присланный сюда за поджог, был высечен розгами, будто бы за нежелание работать. Этот человек глуповатый, не умеющий прятать деньги, неумеренно подкупавший, наконец, утомился давать то надзирателю. Пять, то палачу три рубля и как-то в недобрый час наотрез отказал обоим. Надзиратель пожаловал сосмотрителю, что вот где такой-то не хочет работать. Этот приказал дать тридцать розок и палач, разумеется, постарался. Купец, когда его секли, кричал «Меня еще никогда не секли!» После экзекуции он смирился, заплатил надзирателю и палачу и, как ни в чем не бывало, продолжает нанимать вместо себя поселенца. Исключительная тяжесть рудничных работ заключается не в том, что приходится работать под землей в темных и сырых коридорах, то ползком, то согнувшись. Строительные и дорожные работы под дождем и на ветре требуют от работника большего напряжения физических сил. И кто знаком с постановкой дела в наших донецких шахтах, тому дуйский рудник не покажется страшным. Вся исключительная тяжесть не в самом труде, а в обстановке, в тупости и недобросовестности всяких мелких чинов, когда на каждом шагу приходится терпеть от наглости, несправедливости и произвола. Богатые чай пьют, а бедняки работают, надзиратели у всех на глазах обманывают свое начальство, неизбежные столкновения рудничной и тюремной администрации вносят в их жизнь массу дрязг, сплетней и всяких мелких беспорядков, которые ложатся своей тяжестью прежде всего на людей подневольных. По пословице «паны дерутся, у хлопцев чубы болят». А между тем каторжник, как бы глубоко он ни был испорчен и несправедлив, любит всего больше справедливость. И если я нет в людях, поставленных выше его, то он из года в год впадает в озлобление, в крайнее неверие. Сколько благодаря этому на каторге пессимистов, угрюмых сатириков, которые серьезными, злыми лицами толкуют безумолку о людях, о начальстве, о лучшей жизни, а тюрьма слушает и хохочет, потому что в самом деле выходит смешно. Работа в дуйских рудниках тяжела также потому, что каторжник здесь в продолжении многих лет без перерыва видит только рудник, дорогу до тюрьмы и море. Вся жизнь его как бы ушла в эту береговую отмель между глинистым берегом и морем. Около рудничной конторы стоит барак для поселенцев работающих в копях. Небольшой старый сарай, кое-как приспособленный для ночевки. Я был тут в пять часов утра, когда поселенцы только что встали. Какая вонь, темнота, давка. Голова разлохмаченная, точно всю ночь у этих людей происходила драка. Лица желто-серая из просонья выражение как у больных или у сумасшедших. Видно, что они спали в одежде и в сапогах, тесно прижавшись друг к другу, кто на наре, а кто и под нарой, прямо на грязном земляном полу. По словам врача, ходившего со мной в это утро, здесь одна кубическая сажень воздуха приходится на три-четыре человека. Между тем, это было как раз в то время, когда на Сахалине ожидали холеру и для судов был назначен карантин. В это же утро я был в воеводской тюрьме. Она была построена в 70-х годах и для образования площади, на которой она теперь стоит, пришлось срывать гористый берег на пространстве 480 квадратных сажений. В настоящее время из всех сахалинских тюрем это самое безобразное, которое уцелело от реформ вполне, так что может служить точной иллюстрацией к описаниям старых порядков и старых тюрем, возбуждавших когда-то в очевидцах омерзение и ужас. Воеводская тюрьма состоит из трех главных корпусов и одного малого, в котором помещаются карцеры. Конечно, о кубическом содержании воздуха или вентиляции говорить не приходится. Когда я входил в тюрьму, там кончали мыть полы и влажный, промозглый воздух еще не успел разрядиться после ночи и был тяжел. Полы были мокры и неприятны на вид. Первое, что я услышал здесь, это жалобы на клопов. От клопов житья нет. Прежде их изводили хлорную известью, вымораживали во время сильных морозов, но теперь и это не помогает. В помещениях, где живут надзиратели, тоже тяжкий запах отхожего места и кислоты, тоже жалобы на клопов. В воеводской тюрьме содержатся прикованные к тачкам. Всех их здесь восемь человек. Живут они в общих камерах вместе с прочими арестантами и время проводят в полном бездействии. По крайней мере, в ведомости о распределении ссыльно-каторжных по родам работ, прикованные к тачкам показаны в числе неработающих. Каждый из них закован в ручные и ножные кандалы. От середины ручных кандалов идет длинная цепь аршина в 3-4, которая прикрепляется к дну небольшой тачки. Цепи и тачка стесняют арестанта. Он старается делать, возможно, меньше движений, и это, несомненно, отражается на его мускулатуре. Руки до такой степени привыкают к тому, что всякое, даже малейшее движение сопряжено с чувством тяжести, что арестант после того уж, как, наконец, расстается с тачкой и ручными кандалами, долго еще чувствует в руках неловкость и делает без надобности сильные, резкие движения, когда, например, берется за чашку, то расплескивает чай, как страдающий хорео-минор. Ночью во время сна арестант держит тачку под нарой, и чтобы это было удобнее и легче сделать, его помещают обыкновенно на краю общей нары. Все восемь человек рецидивисты, которые на своем веку судились уже по нескольку раз. Один из них, старик, шестидесяти лет, прикован за побеги, или, как сам он говорит, за глупости. Он болен, по-видимому, чахоткой, и бывший смотритель тюрьмы из жалости распорядился поместить его поближе к печке. Другой, когда-то служивший кондуктором на железной дороге, прислан за святотатство и на Сахалине попался в подделке двадцати пятирублевых бумажек. Когда кто-то из ходивших вместе со мной по камерам стал журить его за то, что он ограбил церковь, то он сказал, что ж, Богу деньги не нужны. И, заметив, что арестанты не смеются и что эта фраза произвела на всех неприятное впечатление, он добавил, зато я людей не убивал. Третий, бывший военный матрос, прислан на Сахалин за дисциплинарное преступление. Он бросился на офицера с поднятыми кулаками. На каторге он точно так же бросался на кого-то, в последний день бросился на смотрителя тюрьмы, когда тот приказал наказать его розгами. Его защитник на военно-полевом суде объяснил эту его манеру бросаться на людей болезненным состоянием. Суд приговорил его к смертной казни, а барон Корф заменил это наказание пожизненную каторгой, плетьми и прикованием к тачке. Остальные все прикованы за убийство. Утро было сырое, пасмурное, холодное. Беспокойно шумело море. Помнится, по дороге от старого рудника к новому мы на минутку остановились около старика кавказца, который лежал на песке в глубоком обмороке. Два земляка держали его за руки, беспомощно и растерянно поглядывая по сторонам. Старик был бледен, руки холодные, пульс слабый. Мы поговорили и пошли дальше, не подав ему медицинской помощи. Врач, который сопровождал меня, когда я заметил ему, что не мешало бы дать старику хоть валерьяновых капель, сказал, что у фельдшера в воеводской тюрьме нет никаких лекарств. Читано по изданию Полное собрание сочинений Антона Павловича Чехова Издание Второе Том Пятнадцатый Санкт-Петербург Издание Адольфа Федоровича Маркса 1903 Год Адольфа Федоровича